Приветствую вас. Если говорить довольно простым языком, то вы описываете достаточно серьезные проблемы, работать с которыми нужно в рамках психотерапии. Потому что то, что вы описываете, довольно так комплексно, я бы сказал, клубкообразно. И, соответственно, распутать вам ваши проблемы, разобраться в себе, вам можно помочь только через непосредственную работу с вами. Это первое. То есть, Анна, вот приходите к мысли, что реально решить ваши проблемы, в том числе и зависти, можно как раз таки через психотерапию. Это первое. Второе. Желание успеть, вот желание завоевать как можно больше, побыстрее, желание быть хорошим, добиться похвалы и прочее. Ну, связано с тем, что вы себя полноценно не принимаете. Связано с тем, что, судя по всему, на вас давят ожидания вашей мамы. Потому что вы знали, что если вы не будете что-то делать, то она огорчится. Но она почему-то огорчается. Она хотела, чтобы вы были лучшие. Она хотела, чтобы вы были успешны. Вы это чувствовали. И, соответственно, на протяжении своей жизни пытаетесь этого достичь. То есть, здесь, с одной стороны, детско-родительские отношения. Попытка оправдать ожидания своей мамы. С другой стороны, это непринятие себя. Это, наверное, низкая самооценка, некая условность, которую вы сами себе генерируете в восприятии себя. Это некое следование стереотипам. То есть, это... Вот понимаете, изначально вы не были довольны своим положением. Вы не были довольны собой. И просто так быть собой довольны, вы не можете просто так. Безусловно, принять себя вы не можете. Вы себя не любите просто так. Вам нужно обязательно заслужить одобрение, обязательно чего-то добиться. Тогда вы будете хорошие. Но проблема в том, что вам требуется снова и снова, снова и снова добиваться чего-то, чтобы бодистов от себя хорошей. Вот. Это очень похоже на драйвер жизненный, добивающий успеха снова и снова. Вот. Есть такой драйвер, грубо говоря, покоряется новые и новые вершины. Вот. И обесценивает это, чтобы снова и снова покорять что-то. То есть, желание что-либо доказывать означает сомнение. Сомнение означает отрицание. А отрицание означает, по факту, ну, с одной стороны, отсутствие субъективных переживаний, позитивных. С другой стороны, принятие интровектов, то есть, вот ваша мама когда-то привела вас к решению, что вы ее огорчите и что вы не хотите ее огорчать, что вы будете стараться там быть лучше, да? А также вы воспринимаете, как некое соревнование, как игру, по факту, да, свой жизненный путь. Вот. Что касается зависти, то здесь... Зависть это неуважение к своему собственному месту. То есть, вы не принимаете свою собственную позицию, свое собственное положение. Вы обесцениваете это. А значит, обесцениваетесь от себя. Вот. И так далее. Успешность и понятие успешности, которыми вы оперируете, представляет из себя, по сути дел, набор стереотипов, социальных стереотипов, которые бывают в обществе и которым вы слепо следуете. Да. Причина, по которым вы слепо следуете стереотипам, конечно, требует еще своего изучения, но если честно, важно, чтобы вы подвергли их сомнению. Именно вот те стереотипы, которым вы следуете следуете. Вот. Следующий момент. Это невозможность быть слабой. То есть, вот, функционально это вы реализуете все решения через постоянное напряжение. Не находите ли вы несколько ироничным тот факт, что вы все время спешите, а болезнь ваша, если я правильно понял, про усталость? То есть, как бы, ваше подсознание здесь пытается, ну, пытается предостеречь вас от расходования, столь бездумного расходования своей энергии. Обратите внимание на то, что вы по факту пишите только, что мне важно понять, как остановить себя, осознаться, предоставить завидовать, а завидовать есть чему. Это тоже очень важный момент. Дело в том, что в данном случае зависть проистекает из неглощения, что то, что происходит с вами, несправедливо. Ну вот, как-то глобально, 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 несправедливо. Вот, и, значит, соответственно, ситуация очень важна, чтобы вы, ну, приняли. Своё положение, да? А, чтобы, ну, чтобы вы отказались от идеи того, что с вами как-то вот... происходит что-то несправедливое. Вот. Понимаете? И в целом как-то более реалистично, менее догматично набрали на вещи. Вообще скалкивается ощущение такое, что вы... эм... какие-то идеи, какие-то... эм... и догмы... эм... 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 соответствует... ну, соответствует тому, что... что вам хочется. Понимаете? Какая штука. На мой взгляд это вот такая вот история. И как я уже сказал, вот, я не люблю этого говорить, но вам не знаю именно что за терапия, именно психотерапия. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Давайте сейчас я ещё раз прочитаю чек, чтобы немножко так более детально. Итак, недавно осознала, что я постоянно спешу. Ну, значит, вы дошли до того, чтобы понять, что это уже делаете не вы. Строить этот пораньше сразу приступаю к делу. Зачем? Для чего? Вы пишите, что у вас другие приоритеты, но какие они? Да. Даже на работу прихожу на театр раньше, но это, мне кажется, из серии, что вы надеетесь, что делая больше, больше вы добьётесь... Эм... Точно больше. Нет. Не добьётесь. Большего вы добьётесь только, если будете подслуживаться к себе и делать с наслаждением. Не желая стать лучше кого-то, а желая стать просто лучше, лучше. А вы ориентируетесь на других. Из-за этого своего у вас по сути ничего нет. Организм пытается меня остановить. У меня гипостириоз, от чего насыпает и стал. Я всё равно стараюсь быстро сходил. Зачем? Я очень завидую тем, кто достиг что-то быстрее меня. Почему вы считаете, что вы тоже должны достигать чего-то быстрее? Я, но в то же время понимаю, что мне такие достижения в жизни не нужны, другие приоритеты. Так, ааа, чему тогда вы завидуете? Зависть и злость всё равно есть. Но это скорее... Зависть и злость это скорее на вашу маму. Как я думал. Вот. Вы пишете, что мама уже умрела, так что вам здесь посложнее будет маме не высказать, но... Судя по тому, что вы говорите, ваша мама была склонна свои эмоции подавлять, от чего, собственно, онкология и возникла. Далее всё. Я всегда хотел раньше всех стать успешным. Опять же, зачем? Почему раньше всех? Чтобы все запомнили, что я это сделал. Зачем? Хотел видеть похвалы и зависть. Зачем? Насаду? Во всех других. Для чего? Что вы пытаетесь доказать? В чем вы сомневаетесь? Иногда это получается. Например, я вышла замуж, что видела злость в глазах больших одноклассниц. Вы серьёзно? То есть вы выходили замуж, в том числе и для того, чтобы вызвать эээ... Зависть в глазах одноклассниц? А как вы к человеку относитесь? Вот. Вы говорите, что вы замужем за прекрасным молодым человеком, который, эээ... эээ... значит, ээээ... ну, работает и учится? Вот. При этом вы завидуете... другим, что у них богатые мужья, а у вас нет. Но при этом вы видели зависть в глазах одноклассниц, когда вы ходили замуж. Противоречия, на самом деле. Вот. Не считаете вы, что это противоречия? С одной стороны. С другой... эээ... я ещё раз хочу спросить... у вас. По поводу... того... Как вы мужа выбирали? Дальше, эээ... значит, так. Я разбираюсь в качестве еды и воды по работе. Об этом хотят узнать все. Но опять же, это выглядит как желание набить себе цену. Я не умею это ценить. Вы себя не цените, правильно? В школе я была тихой, нехорошей девочкой. Мама не была строгой, но я не хотел ее горчать. Почему? Что в этом плохого? В средней школе сверстники пошли бы наклонно, а я нет. Что это значит? Почему вы сравнили себя с ними? Хотелось как сверстно. Опять же... как все это... Желание быть нормальным. Нормальным это значит быть безликой. То есть знаете, если вы будете самым успешным среди всех, вы тоже будете безликой. Эээ... успешность не делает человека... значимым. Вот. Человек начинает делать либо какие-то условия, либо личность. Условия это деньги власти, но... реально ли это? Если это условно. Эээ... так, значит, я боялась покрыть себя позором. О каком позоре вы говорите? Я серьёзно, что вы вкладываете в слово позор здесь? Девочки красиво одевались, смогли плохо учиться, я не ухаживал за собой, боялась инфекция. Брат навязывался, это плохо. А в отношении с братом ещё, наверное, требуется разобрать, потому что... ну... Не знаю, сколько вам лет, но... Что, что вам кто-то навязывал, что секс это плохо, ну... Это, конечно, драматично не позволяло себе влюбляться, нравится только в учёбе. Теперь я веду тему, у кого всё это было. Очень странно понимать, что в старших классах можно было иметь свои интересы, а как-то разнообразно жить. Смотрите, с одной стороны, вы открываете упущенное время, то есть ориентируетесь в прошлое, потому что в настоящем у вас ничего нет, и вы привыкли жить по указке. Соответственно, текущая жизнь, она недостаточно эмоционально наполнена у вас. С другой стороны, есть обида на прошлое за то, что вы, типа, не жили, когда могли. Несправедливо. И то, и то проблема. Эм, так, я желаю учёбой и поступлением. Для чего, опять же? И страхом, чтобы ставить плохие оценки. Что для вас это значит, плохие оценки? Мне вероят то же самое, когда закончила выставку, понимала, что могу дольше закачивать, и оказалось, что у сверстников уже есть дети. А так можно было? А зачем дети после вуза? Что это показывает? Это зависть, что они успевают всё везде, а я нет. А почему вы должны успевать всё и везде? Ну ведь способности у всех разные, как и возможности, и ресурсы. Или вы отрицаете это? Отрицаете уникальность челленджа людей. Промыть у меня спешка, на мелкие дела, приготовься к учить, кому всем по этим работать, всегда надо делать, изучить новые, внедрить других на глобальные, привести себя в порядок, выйти за мной забогатовано, найти, купить квартиру, родить ребенку, даже на форке, форке в соцсети. И все вы какие-то директипы разговариваете. Это всё непоказательная спешность, это скорее тренд. Так, мне важно понять, как остановить себя. Ну, начать любить себя. Я думаю, вот культивирование любви к себе, это главное здесь. У меня мама умерла, я сочувствую, вам нужно пережить потерю. Вот, у папы, рак, у брата проблемы с психикой, у них все здоровые, помогают детьми, обеспечивают. Почему вы считаете, что с вами должно быть так же? Эту проблему доводит, вы не можете выстроить лишний границ со своими близкими. Чувствуете себя жертвой, помогая им себе ущерб. Отсюда же, понимаете, не умение сказать нет близким людям. А на этом всё, я надеюсь, что помог вам. Вы пишите, вот, кстати, еще один момент. Вы пишите, я не могу забезти ребенка, потому что понятно, что в этот период будет с папой. А для чего вам ребенок? Для чего? Если тоже ради успеха, лучше не надо. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Обязательно найдите возможность для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго.